Мы с вами по индукции доказали, что числа Фибоначчи растут экспоненциально. На самом деле известна и точная формула для n-ого числа Фибоначчи. Доказать ее можно тоже по индукции, например. Непонятно при этом, как вывести. Вывести можно при помощи производящих функций. Это уже довольно непросто. Но так или иначе, факт заключается в следующем. n-ое число Фибоначчи равняется 1 поделить на корень из 5 умножить на разность таких чисел. 1 плюс корень из 5 пополам в n-ой минус 1 минус корень из 5 пополам в n-ой. Тут можно заметить, что второе число в скобках, оно у нас меньше единицы, поэтому еще и с возведением степени n оно становится все меньше и меньше. То есть оно стремится к нулю. Поэтому можно сказать, что n-ое число Фибоначчи, оно примерно равно 1 поделить на корень из 5 умножить на первое число в скобках. Первое число, которое без степени n, 1 плюс корень из 5 пополам, которое равно 1,618 примерно, оно известно так же, как золотое сечение. Итого, вот мы знаем, что n-ое число Фибоначчи растет примерно как 1,618 в степени n. Чтобы прямо наглядно, ну и чтобы почувствовать, что же значит экспоненциальная скорость роста, и чтобы у вас не складывалось ощущение, что числа Фибоначчи так вот безобидно растут, как в начале, как там 1, 2, 3, 5, 8, давайте посмотрим на несколько довольно небольших даже номеров чисел Фибоначчи. Вот 20-ое число Фибоначчи, это уже примерно 7000. 50-ое число Фибоначчи выглядит вот так, в его десятичной записи уже больше 10 знаков. 100-ое число Фибоначчи вот уже довольно огромное, в нем больше 20 знаков. И это не говоря о тысячном числе Фибоначчи, в котором знаков, в записи которого уже десятичных знаков больше, чем 200. То есть вот таким вот огромным будет это число. Ясно, что, например, рассчитывать на то, что компьютер в ближайшем будущем сможет выполнить вот такое вот количество операций в секунду, нет никакой возможности. Напомню, что современные компьютеры выполняют примерно 10 в девятой операций в секунду.